Добрый вечер. О событиях в крае и его столице в эту среду, 22 июля, вам расскажут корреспонденты информационной программы Наши новости. В студии Кирилл Политов и Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. События всеразийского масштаба. Чем запомнится первый из четырех шукшинских дней на Алтае? Непутевые. Что приводит к трагедиям на железнодорожных путях? Арбуз в мешке. Насколько безопасны появившиеся в продаже сладкие ягоды? Российский хознадзор. Документы хотим посмотреть на груз. И начнем с главной культурной новости этой недели. Сегодня был дан официальный старт Всероссийским шукшинским дням на Алтае. Наш корреспондент Илья Кочетков успел побывать на двух ключевых мероприятиях и готов поделиться впечатлениями. Уже в 10 утра фестиваль, что называется, летел на всех парах. В Алтайской академии культуры и искусства прошел семинар для режиссеров массовых мероприятий. Его провел профессор Александр Березин из Санкт-Петербурга. А в два часа в кинотеатре премьера состоялся показ первого фильма кинофестиваля «Картины. Дорога на Берлин» Сергея Попова. Зрителей, правда, было немного, а, видимо, потому что торжественное открытие основной конкурсной программы состоится только завтра. Те, кто пришел, решили не терять времени и прикоснуться к величайшему из искусств. На кинофестивале, как правило, показывают качественные, действительно, российские фильмы, так сказать, не тривиальные, не раскрученные, так сказать, но, тем не менее, действительно, очень хороший продукт. В данные минуты на сцене Краевого театра драмы имени Шукшина идет премьера концертной программы «По дорогам войны», приуроченная к открытию шукшинских дней на Алтае. Нам удалось заглянуть в святая святых, захватить часть генеральной репетиции, когда участники оттачивали последние детали выступления. Атмосфера была во всех смыслах жаркая. И полисадник под окном, и сад, и лук на грядок, все это вместе было дом, жилье, уют, порядок. Это такой синтез, казалось бы, несочетаемых вещей, стихов, музыки, вокала. С главными звездами проекта, заслуженными артистами России Екатериной Гусевой и Евгением Дятловым, пообщаться уй не удалось. Во-первых, настроиться перед концертом это вам не шутки. Но главное, по словам их администраторов, почетные гости не хотят заранее расхваливать проект, за который очень болеют душой. Что ж, понять можно. По дорогам войны вообще программа уникальная. Здесь объединили свои силы столичные и алтайские исполнители. По словам музыкантов, работали много и вдохновенно. Своими впечатлениями от самого концерта мы поделимся с вами завтра. Ночи темной, умчались все парни на конях, а все спит мой дружочек. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Один из крупных холдингов Санкт-Петербурга БТК подпишет с администрацией края соглашение о социально-экономическом партнерстве. Документ предполагает, что одно из крупнейших алтайских предприятий, Барнаульский меланжевый комбинат, будет выполнять госзаказ и создавать новые рабочие места. Об этом сегодня на рабочей встрече говорили глава региона Александр Карлин и председатель совета директоров БТК «Текстиль» Георгий Драчев. В декабре 2014 года меланжист Алтая вошел в БТК «Холдинг», который, в свою очередь, является единственным в стране поставщиком вещевого имущества для вооруженных сил страны. Очередная страшная автокатастрофа в Алтайском крае унесла жизнь человека. Накануне вечером на Зминогорском тракте в Барнауле столкнулись две грузовые фуры и легковая «Шкода». Предположительный виновник аварии погиб. ДТП произошло недалеко от остановки школа садоводов. Водитель грузового автомобиля «Хина», ехавший в сторону Калманки, врезался в «Шкоду», двигавшуюся в том же направлении. От удара легковушку выбросило с трассы в кювет, а фура вылетела на полосу встречного движения и там столкнулась с грузовиком «Вольво». По некоторым данным, предположительный виновник аварии, 21-летний водитель «Хина» угнал автомобиль и до того, как попасть в ДТП на Зминогорском, совершил в городе еще несколько мелких аварий. Сейчас эту информацию проверяют в ГИБДД. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хина» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «Вольво» получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь, не госпитализирована. Крупные ДТП на дорогах региона, в которых гибнут люди, в последнее время случаются слишком уж часто. Напомним, в минувший понедельник в Красногорском районе разбилось пять человек, из них двое детей. В субботу на трассе между Барнаулом и Новосибирском мотоцикл «Урал» столкнулся с иномаркой. «Урал» буквально разорвало на куски. Спасти водителя не удалось. В тот же день на Змеиногорском тракте «пятерка» врезалась в грузовик. Шофер легковушки потерял сознание от жары. Он и пассажир получили травмы, но выжили, а вот машина восстановлению не подлежит. Алтайское линейное управление на транспорте бьет тревогу. ЧП, в которых страдают люди, на железнодорожной дороге участились. С начала года уже 13 человек получили травмы. Основная причина – переход через пути в неположенных местах. Страшная авария под Москвой. 20-летняя студентка переходит пути в наушниках плеера. Итог – мучительная смерть под колесами поезда. История один в один повторилась в апреле 2015 года в Троицком районе Алтайского края. Переход железнодорожных путей, наушники – в итоге гибель 17-летней школьницы. По словам сотрудников линейного управления, причина несчастных случаев – незнание элементарных правил поведения на железной дороге. Основным направлением деятельности органов внутренних дел на транспорте является профилактика детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. И в 2015 году, вот за 6 месяцев, у нас произошло 13 случаев травмирования, 10 из них со смертельным исходом. Примечательно, что случай с несовершеннолетней девушкой пока, к счастью, единственный. Все остальные травмы и увечья получили взрослые, казалось бы, имеющие жизненный опыт люди. За примером далеко ходить не надо. 9 из 10 жителей станции «Озерки» переходят железнодорожные пути не по ближайшему переходу, а по прямой. Четвероногие тоже, иногда буквально на грани. Если поезда нет вообще издалека, то можно перейти, потому что никакой опасности нет. Если вот так вот веет сейчас, то, конечно, я по мосту перейду, потому что я за свою жизнь беспокоюсь. Через мост дольше переходить, здесь по прямой перешел. Из-за этого только все. За целый час по всем правилам ЖД-пути перешла только мама с двумя детьми. Вот у меня старший сын во второй класс перешел уже в эту школу. И весь учебный год у меня только по мосту. По данным Алтайского линейного управления, за 6 месяцев этого года его сотрудники провели 320 профилактических бесед. Но выходит, этого мало. Особенно если штраф за неправильный переход путей составляет всего лишь 100 рублей. Алексей Янкин, Михаил Ширин, Алексей Фризин. Наши новости. Трагедию в сочинском аквапарке обсуждает вся страна. Там утонула 4-летняя девочка. Она упала в бассейн, когда взрослые оставили ее без присмотра. А мы в этой связи вспомнили ЧП в Барнаульском аквапарке. 29 декабря там утонул 9-летний мальчик. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следствие проводит экспертизы, в том числе строительную и техническую. Ранее было предъявлено обвинение начальнику службы спасателей. Некоторое время он находился под стражей. Сейчас мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Тем временем аквапарк продолжает работу в обычном режиме. В средствах массовой информации появилась новость о том, что новый собственник алтайского химпрома признал себя банкротом. Речь шла о кикнеринбургской компании «Форекс Химия», которая с 2014 года является владельцем главного актива градообразующего предприятия Ярового. Как мы сегодня выяснили, на работе химкомбината это банкротство никак не отразилось. По данным агентства Банфакс, арбитражный суд Алтайского края ввел наблюдение в ООО «Форекс Химия». Эта компания в прошлом году купила с аукциона часть имущества Алтайхимпрома, но в начале мая внезапно заявила, что не может исполнять обязательства перед кредиторами. Их накопилось на сумму 650 миллионов рублей при общей стоимости активов 720 миллионов. «Форекс Химия» сейчас зарегистрирована в Барнауле и настаивает на признании ее банкротом. Дело находится в производстве. Мы позвонили на Алтайхимпром, чтобы узнать, как на заводе идут дела. Руководство предприятия заверило, что все в полном порядке. И сегодня с «Форекс Химии» их не связывают никакие обязательства. Имущество, приобретенное уральцами, якобы уже выкуплено. «Форекс Химия» у нас, они не участвуют ни в основном капитале, никакого процента акций. Ни на нашем предприятии, это у Алтайских химпром имени Верещагина, ни в управляющей компании Алтайхимпром, которая находится в городе Екатеринбург. Мы движемся, движемся вперед, останавливаться не планируем. Планируем развиваться, расти, увеличивать производственные мощности. Таня, без чего ты не можешь представить себе лето? Наверное, без солнца, отдыхов на природе и, конечно, арбузов. Вот только пока я их опасаюсь покупать, ощущение, что все-таки рановато. Именно это и выясняла сегодня Лариса Куренкова. Можно ли уже есть арбузы? Узнаем прямо сейчас. Эксперты Россельхознадзора ходят по арбузы каждую неделю. Проверить, следуют ли продавцы букве закона. Сегодня рейд проводят на одном из крупнейших барнаульских рынков. Здесь, например, торгуют бахчевыми из Казахстана. Специалисты запрашивают наличие фитосанитарного сертификата. Этот документ подтверждает фитосанитарную безопасность груза. То есть, что груз в стране-экспортере проверен, карантинные объекты в данном грузе отсутствуют. Одно из самых популярных нарушений, поясняют в надзорных органах, способ перевозки арбузов. Говорят, нельзя, чтобы под стилкой служили камыш или солома. В них могут быть трудноискоренимые сорняки. На качество продукции подобный способ реализации не влияет. Однако для рядового потребителя куда важнее съедобность и безопасность для здоровья самой ягоды. На рынке нам предоставили сертификат соответствия. И каждый покупатель вправе потребовать такие документы. Только после этого выбрать арбуз на пробу. Чтобы проверить арбуз на качество, мы сделали контрольную закупку. И сейчас мы отнесем его в лабораторию. Анализ на содержание целой группы вредных химикатов. Уровень радиации и удобрений занимает двое-трое суток. Нам провели экспресс-тест только на содержание нитратов. Поскольку население с настороженностью относится именно к этому веществу. Его должно быть не больше 60 миллиграммов на килограмм. Это взрослому человеку нужно съесть около 3-5 килограмм арбузов, в котором содержание нитратов на уровне предельно допустимой концентрации, чтобы получить какое-то отравление. В данном образце мы нитратов не обнаружили. Подтвердить стопроцентную безопасность по всем параметрам в лаборатории сиюминутно не могут. Не советуют также приобретать арбузы у дороги, поскольку даже за сутки от выхлопных газов в них может накопиться чуть ли не вся таблица Менделеева. Ну а нитратов, говорят, можно практически не бояться. Арбузный сезон вступает в свои права. Лариса Куренкова, Алексей Фризин. Наши новости. Грозит ли Алтайскому краю нашествие смертельно опасных пауков, черных вдов, как выяснилось, не знает ни одно региональное ведомство. Напомним, появление каракуртов на территории края недавно прогнозировали ученые классического университета. По словам зоологов, пауки могли попасть к нам из Казахстана в этом месяце. Дело в том, что сейчас в соседней республике зафиксирована небывалая вспышка их численности, есть укушенные. Яд каракурта, который намного опаснее яда гремучей змеи, может даже убить человека или домашний скот. Мы решили выяснить, добралась ли черная вдова до Алтая. Для этого обратились в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, а также в управление природных ресурсов и в ветеринарную службу. Во всех учреждениях нам ответили, что не изучали этот вопрос, поскольку он не в их компетенции. К слову, наш регион уже подвергался нашествию каракуртов в начале 2000-х, и сегодня врачи советуют быть предельно внимательными, особенно жителям частных домов и туристам, ночующим в палатках. Экстренная помощь может еще заключаться в полевых условиях, в прижигании рамки обыкновенной спичкой. Но это только в первые 15-20 минут. Обязательность обращения за медицинской помощью должна быть, потому что летальность достигает 4-6%. А вот если вас укусит одна маленькая пчелка, то это считается даже полезным. Теперь о них многое знает и предприниматель Бийского района. При поддержке центра занятости ему удалось открыть собственную пасеку. С чего все начиналось, выясняли наши коллеги из телекомпании ОТН. Михаил Корчуганов по профессии столер. Больше 10 лет работал водителем, пробовал себя в роли лесоруба, подрабатывал кочегаром. Сегодня же занимается любимым делом. Он нашел свое настоящее призвание – это пчелы. Пасека для Михаила и работа, и хобби. Она заменила все остальные увлечения. Я даже был раньше рыбаком заядлым. Там я с ума сходил. Я уезжал даже неделями рыбачил. А сейчас нет. Я забыл, что удочка. Сегодня у пчеловода около ста ульев. Конечно, одному с целой пасекой справиться было бы трудно. Во всем Михаилу помогает его жена Марина. Бывший бухгалтер не жалеет о том, что уволилась с работы и освоила новое для себя дело. Сегодня вспоминает, как все начиналось. Посадили яблони, прилетел рой. Вот куда его девать? Где-то у соседа взяли улик. Посадили этот рой. И все, вот он один. И пришла идея купить пять штучек. Вот купили, поехали, купили пять уликов. И вот так вот помаленьку. Открыть собственное дело семье удалось при поддержке центра занятости. Сегодня безработный при регистрации индивидуального предпринимателя получает 58 800 рублей. Нужно обратиться в центр занятости. Получить статус безработного гражданина. И потом уже обратиться непосредственно за услугой по самозанятости. И уже потом заниматься написанием бизнес-плана. Сейчас администрация города утвердила еще пять бизнес-планов. В скором времени в Биске откроется новая сапожная мастерская, автосервис. Другие предприниматели будут заниматься детским досугом. Татьяна Свинаренко, Сергей Доровских, БИСК. Специально для наших новостей. Не поет с Евгением Дятловым, но тоже знаменита на всю страну. Алтайская спортсменка Екатерина Гусева выиграла Всероссийский чемпионат по пожарно-прикладному спорту. Об этом и не только в нашем спортивном обзоре. Начнем с земноводных знаменитостей. Алтайские вейкбордисты заняли третье общекомандное место на открытом чемпионате России, проходившем в Санкт-Петербурге. В самой престижной категории «Опенмен» на четвертое место откатал 19-летний барнаульский вейкбордист Александр Бослер. В итоге у команды алтайских экстремалов «Бронза» уступили только хозяевам соревнований и московским вейкбордистам. Это лучший результат для наших спортсменов за всю историю. Бослер и компания так держать. Красивая, знаменитая, но не актриса. Алтайская спортсменка Екатерина Гусева выиграла 24-й чемпионат России по пожарно-прикладному спорту в дисциплине «Полоса препятствий», прошедшему в Челябинске. И даже установила новый рекорд России – 16,41 секунды. Это тебе не с Дятловым, конечно, петь, но все равно. Ну и на десерт самое вкусное. Прямо в эти минуты барнаульская «Динамо» играет свой первый матч в футбольном чемпионате России «Зона Восток». Соперник – команда Якутия. Из города, вы не поверите, Якутска. Подробный анализ матча смотрите в нашем завтрашнем репортаже. А сейчас оценка болельщиками новой формы, представленной «Динамо» на последней пресс-конференции. Напомню, выглядит она вот так. Синяя домашка, желтая на выезд. Ну все, косим под Бразилию, лишь бы помогло. Синие трусы и желтые футболки плюс сток к дриблингу и точности удара. И впрямь похожи. А если с дриблингом поможет, вообще шикарно будет. Так недалеко и до выхода в ФНЛ. Слава Украине, что ли? Что интересно, и на эту форму похоже. Ну а жовто-блокитных нынче модно либо плохо, либо ничего. Так что оставим без комментариев. Лучший алле-алле «Динамо» вперед! Михаил Ширин, наши новости. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. О событиях четверга узнаем вместе из свежего выпуска наших новостей. Хорошего вечера и до встречи в эфире.